Привет друзья! Сегодня буду заправлять картридж Canon 054, он же Canon 045, он же HP SF540. Они различаются, только чипаем их. Сейчас я покажу как его заправить. Добро пожаловать на канал Сам Све Мастер, его ведущий Наташа Александровна. Здесь вы найдете подробные инструкции по заправке картриджа, а также ремонту принтеров и инфу. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте. Доставьте комментарий, а я всегда приду вам на помощь, если возникнет трудности. Начнем пожалуй. Итак, сначала надо снять пружинки с двух сторон. Поддеваем в этом месте, выводим ее, и теперь она легко снимается. Для работы нам понадобится плоская отвертка, крестовая отвертка, а также пинцет. Эту пружинку можно снимать либо плоской отверткой, либо пинцетом, как вам удобнее. Теперь, вот в этом месте, надо оттянуть боковую крышку и подтянуть половинку картриджа вверх. Если сделать это сложно, можно помочь себе плоской отверткой. Когда здесь вышло из зацепления, смещаем половинку относительно друг друга. И ту половинку, которая без фото барабана, тянем вниз. Вот таким образом. Теперь займемся той половиной, которая с фото барабаном. Сначала, чтобы снять шпильку фото барабана, контактную, надо просолить рядом с ней небольшое отверстие. Затем чем-нибудь острым отцепить и вытащить ее. Теперь также оттягиваем боковую крышку, чтобы снять фото барабан. Если она оторвется, ничего страшного. Потом она будет держаться за счет шпильки и пружинки. А также, для уверенности, можно посадить ее на клей. Позже я покажу, в каком месте намазать клеем. Клей лучше использовать супер или термоклей. Снимаем также вал заряда и высыпаем всю отработку. Затем чистим кисточкой. Если есть специальный пылесос, пылесосим. Теперь протираем вал заряда сухой салфеткой. Ставим на место. Фото барабан также протираем сухой салфеткой. Смотрим, чтобы на нем не было никаких повреждений. Если они есть, значит фото барабан надо менять. Также ставим его на место. Эта половина картриджа готова. Теперь займемся другой половиной. Другой половиной картриджа. Надо снять боковую крышку со стороны шестеренок. Откручиваем два винта. Снимаем боковую крышку вместе с шестеренками. Оставшиеся шестеренки не потеряйте. Снимаем вал переноса. Отвратите внимание. Вот эти втулки должны стать в таком положении. И надо высыпать в таком положении. Также почистить кисточкой или салфеткой. А если есть специальный пылесос, то можно пропылесосить. Вол переноса также чистый. Протираем сухой салфеткой. Теперь смачиваем ватную палочку спиртом. И надо протереть резиновую накладку на дозирующем резвии. Чтобы не было никаких налипаний. Когда лезвие чистое, можно приступить к засыпанию тонера, который предназначен для этого картриджа. Чтобы тонер лучше перемешивался внутри картриджа, ставим выпавшие шестеренки на место. Маленькую. И насыпаем небольшими порциями на дозирующие резвия. Примерно вот такими. Прокручиваем вал так, чтобы тонер уходил внутрь картриджа. Периодически шестеренками нужно перемешивать тонер внутри картриджа. Чтобы он лучше там распределялся равномерно. Засыпаем 45 грамм. Это примерно 7 вот таких порций. Если у вас маленькая баночка 45 грамм, то засыпаем ее полностью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда тонер перестает уходить внутрь, скапывается на валу, значит уже достаточно. Снова протираем дозирующие резвия. Одеваем втулки на вал переноса и ставим его на место. Одеваем боковую крышку, немного прокручивая шестеренку. Надеваем ее на вал переноса. Фиксируем ментами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно почистить от половины переноса. Или салфеткой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прокручиваем вал переноса. На нем должен быть ровный тонкий слой, без каких-либо полос. Если это так, самое время перейти к установке чипа. Так просто чип вытащить не получится. Вот эта перегородка будет мешать. Надо ее аккуратно выломать. Теперь выталкиваем чип и вынимаем его. Новый чип ставим на его место. Вставляем его в пазы. И толкаем до упора. Если чип будет сидеть неплотно, можно капнуть немножко клея. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего интересного и полезного. Теперь вставляем одну половину в другую. Немного сместить в половинке относительно друг друга. Толкаем. И ставим вторую боковую крышку. В этом месте можно нанести клей. Ставим теперь пружинку на место. И... И она не смотрится. Толкаем. Толокем. Вот. Продолжение следует... Что понравилось, что нет. Постараюсь учесть все мнения. Отвечу на все адекватные комментарии. Также через Яндекс.Телемост смогу помочь вам онлайн. Впереди еще много полезного видео. На сегодня это все. Надеюсь, что смог помочь вам. Всем пока. Удачи вам, друзья.